здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко от гремел день знаний но это только один день знания знания будут получать и дети и студенты и детские сады тоже будут получать практически получают 365 а иногда 366 дней в году потому что даже летний отдых все равно он связан с образовательной системой по крайней мере городском округе люберцы и летом следят за этим чтобы открыть новую школу или детский сад или провести какой-то ремонт обо всем этом знает конечно же виктория юрина бунтина заместитель главы администрации городского округа люберцы начальник управления образованием здравствуйте здравствуйте вот ну я так понимаю приятно видеть когда человек которого лето наверняка проходит не так как у нас мне кажется что для многих работников образования когда заканчивается сезон начинается лето начинает такая страшная пора подготовки к новому сезону вот и я уверен что в год 400-летия городского округа люберцы это еще так сказать накладывает определенную ответственность и сразу же еще такой момент что многие и депутаты которые были здесь у нас и глава и председатель сета депутатов и просто представители разных направлений даже люди которые ведут кружки они говорят что растет количество детей а это значит что нужны новые детские сады нужны новые школьные места вот как у нас этим делом как мы встретили день знаний в этом 2023 году но день знаний в этом году у нас удался во первых это был почти выходной день пятница очень удобный день для родителей для детей день был солнечный теплый по-настоящему такой летний даже скажем не осенний и мы к этому дню конечно же заранее готовились прошло все очень динамично и энергично потому что именно в этот день именно в день знаний мы открыли в первую очередь школу после капитального ремонта в поселке малаховка это 46 гимназия один из корпусов этого большого возрастного такого но очень значимого для нас учреждения мы открыли в этот же день школу новостройку получилось ну красавица необыкновенная школа на улице урицкого ранее до 19 года там была школа номер 13 который вмещала всего 300 учеников в себя и конечно же с возрастом она уже исчерпала себя и обветшала настолько что не было два вариантов как только и снести и поставить что-то очень красивое современное сегодня там 825 учеников современное оборудование причем самое современное которое существует и та организация которая со снам отстроила эту школу конечно же мы очень благодарны всем сотрудникам которые слышали все пожелания все наши мечтания и на сегодняшний день школа уже живет полной жизнью к слову сказать я сразу же на этой школе остановлюсь что мы продолжаем там развивать разные направления кроме основных которые школа обязана реализовать по федеральным образовательным стандартам мы ближайшее время там планируем открыть изобретариум это очень важное место притяжения для детей особенно того нового микрорайона сегодня там очень мало есть возможности для занятий кружками образование и вот этот изобретариум который будет включать пока в себя три модуля это фотостудия фитостудия и 3d программирование мы уже закупили оборудование и ребята которые возводили саму школу и понимают как лучше разграничить помещение в холлах они очень просторны в этой школе нам создадут условия вот для этих непосредственных направлений как только мы все это завершим всю стадию строительства мы готовы открыть конце сентября еще дополнительный центр образования для деток не только этого микрорайона я думаю что съезжаться будут дети с из ранних из разных уголков нашего большого округа кроме этого к 400-летию округа мы постарались и вместе конечно со строителями со всеми кто в процессе участвовал и ремонтов и строек завершить строительство детского сада в зенина в микрорайоне зелена мы открыли там 360 360 новых мест для ребятишек там наверное на сегодняшний день сохранялась самая большая очередность мы понимаем что всеми способами мы должны удовлетворить запрос населения на дошкольное образование причем не только для детей с трех лет до 7 но сегодня большой спрос на я сильные группы и вот в самолете мы буквально в прошлом году 400 мест открыли в палисадиках такой есть брендовое название это группа по присмотру уходу мы правда их открываем в основном на базе наших существующих школ и создаем все необходимые условия то есть чтобы все соответствовало саны пит ситуация и так далее так вот в этом микрорайоне открыты как я сказал 360 новых мест мы разгрузили и теперь вот очередь удалось и немножко сократить уменьшить конечно были счастливы родители в первую очередь которые на сегодня были еще в домашних условиях и вот ближайшее время выходят на работу это молодые семьи которые там проживают чаще всего с не одним не с одним ребеночком бывает многодетные семьи мамы несмотря ни на что стремятся выйти на работу молодые конечно же хочется и зарабатывать и у кого-то ипотеки все эти трудности сложности мы учитываем 6 сентября буквально открыт детский сад также в новом растущем микрорайоне это вблизи 115 квартала жулебина парк микрорайон там нет не было ни одного дошкольного или школьного учреждения ведется активное строительство и вот детский сад на 350 мест распахнул свои двери для ребятишек там мы также набираем ясельные группы и группы для детей с 3 до 7 лет условия самые великолепные конечно светлые помещения просторные спортивные залы музыкальный зал пищеблок на стационарный тот который позволяет готовить непосредственно в учреждении я думаю что детям и родителям будет спокойно а детям будет там комфортно и интересно проводить время вот такие вот два значимых для нас объекта прямо буквально к 400-летия и к первому сентября но надо отметить что еще один объект тоже который у нас вызывал много лет вопросы это детский сад в поселке малаховка он бывший 150 и сейчас это дошкольное отделение 52 школы старенький детский сад и конечно же с годами он показывал все что происходило неправильного потому что например бассейн который эксплуатировался там он уже не соответствовал современным нормам требованиям и образовывался конденсат но мы понимаем что если влага дополнительная и не работающая вентиляция все это ведет к разрушению причем и внешних стен в том числе и мы приглашали сотрудников представителей министерства экономики финансов конечно обращались министерство образования московской области о том чтобы этот детский сад вошел в областную программу по капитальному ремонту детских садов и вот в двадцать третьем году нам удалось отремонтировать этот детский садик и сегодня уже на днях произошло техническое открытие потому что строительство завершено мы получаем лицензию соответственно санэпид заключения и в ближайшее время тоже дети смогут возобновить посещение этого детского сада моего очень ждали но у нас вообще вот получается в этом году так меня сложилось что по малаховке прибавились и объекты и вот обновление произошло прежних старых объектов процесс постоянно то есть понятно что новую новый учебный год происходит каждый год что-то стареет что-то меняется и наверняка у вас еще в планах и на в будущем что-то обновить открыть но вот то что до стареет обновляется это мы ремонтируем и капитально сама сабли ремонтируем до поддерживаем состояние но вот у минздрава там же на территории малаховки располагался детский дом ребенка но вот этот дом ребенка он как я сказала был под сетью учреждений здравоохранения и были там услуги по воспитанию присмотру ухода и реабилитации именно медицинской реабилитации детей но было принято областным правительством решения о реорганизации таких домов ребенка по всей области в том числе вот в люберцах и конечно же благодаря главе городского округа владимир михалыч волковым и приняли такое решение что мы забираем это учреждение к себе с целью открытия дополнительного детского сада именно на территории малаховки потому что состояние этого сада удовлетворительные даже очень хорошее и мы конечно же забрали туда 100 детей реально открыли там несколько групп для детей с ограниченными возможностями здоровья и но это позволит осуществлять педагогическую и психологическую реабилитацию не медицинскую потому что медициной уже будут заниматься родители по месту проживания в поликлиниках да и в том числе для деток которые с полутора лет тоже претендует на место в детском садике тоже вот такой объект малаховки именно появился то есть наша сеть хоть и оптимизируется время от времени мы сокращаем организуем образовательные комплексы основываем но с учетом ввода новых объектов все равно у нас в сети и муниципальных и частных учреждений остается 50 одно учреждение это достаточно много 51 это юрлица и частные и муниципальные но размещаемся мы 172 зданиях вот если бы мы не оптимизировали сеть мы понимаем что 172 юридических лица это конечно очень много для нашего густозаселенного округа под контролем до управления однозначно конечно и обращаются к вам с какими-то просьбами ведомственные контроли осуществляется в полном объеме несмотря на то что и принадлежность вот частному сектор частном государственном партнерстве мы работаем мы какие вопросы решаем конечно же предусматриваем финансирование для учреждений чтобы у нас новый календарный год начинался без проблем в плане заработной платы содержание учреждений и так далее конечно устройство школы в детские сады может быть вопросы какие-то связанные с дополнительным образованием родители не знают куда обратиться на какой сайт возможно выйти так далее но вопросов очень много и оплата за детский сад и год и в том числе вот создали группу для семей в которых отцы или родственники мобилизованы связи со своего и там предусмотрен ряд очень хороших таких мер поддержки для детей мы координируем тоже эту деятельность чтобы есть ребенок посещает детский сад и папа у него мобилизован чтобы оплата за детский сад не взымалась все это предусматривается за счет контролирует бюджета но это проходит конечно же через управление образованием все эти вопросы на контроле и мы следим и если мамочка обращается в школу в садик не находят каких-то общих вот путей решения конечно же мы к этой теме обязательно подходим вплотную и пытаемся всех абсолютно удовлетворить если это ну в соответствии с теми документами которые приняты на территории ну то есть такой живущий организм который все время до в хорошем смысле слова подстраиваться по ту ситуацию которая существует потому что как мы прекрасно понимаем слава богу дети рождаются рождается их больше есть какая-то может быть статистика что школьников больше стало или конечно у нас вот год от года школьников растет прибывает за 10 лет мы провели анализ на 20000 стало больше школьников на 20 до школьников на 10000 и вот на сегодняшний день 46 с половиной тысяч школьников 46 половиной прошлом году их было сорок три тысячи семьсот человек то есть которые учатся как которые учатся с первого по 11 класс в наших школах если говорим о дошкольниках то их на сегодняшний день 19 тысяч 300 человек это тоже рост по сравнению с прошлым годом порядка 500 ребятишек прибывает а потому что население как приезжает так и демографические показатели мы видим начиная с 15 с 14 года устроили строительство все это учитывается и вся та социальная инфраструктура который просто необходимо для особенно новых микрорайонов сообща совместными усилиями конечно же вот выстраиваться ну достаточно в уверенные сроки и для нас и для населения сейчас сделал небольшую паузу виктория юрьевна бунтина сегодня у нас в гостях говорим об образовании о детских садах о том что наверное самое главное в нашей жизни сейчас дело небольшую паузу и вернемся напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях заместитель главы администрации городского круга люберцы начальник управления образования виктория юрьевна бунтина поговорили мы об открытии школ садов и о приведении их в порядок перед новым учебным годом но вот возникает сразу вопрос который конечно же волнует и родители особенно родители наверное первокласса или родители которые первый раз отдают своих детей детский сад в ясли вот кто люди кто кадровый потенциал кто сегодня работает в детских садах в яслях в школах почему потому что всегда есть такое ощущение что ну конечно педагог профессия распространена но не у каждого есть призвание к этому и конечно же родители переживают кто будет учить их там вот первенство который пошел в школу то есть такой эти двойной двойные нервы вот как идет работа с кадровым потенциалом но всего в системе образования если говорить опять же на языке статистики работают порядка шести тысяч человек большая армия как детских садах так и в школах конечно же на работу мы принимаем только тех специалистов которые имеют соответствующие образований и которые соответствуют тем требованиям которые прописаны в приказе миндра соцразвития тариф на коллекционных характеристиках человек обязательно должен владеть методикой обязательно должен понимать кто перед ним ребенок какого возраста то есть психологические моменты и так далее все должно быть учтено чтоб по закону все по закону это однозначно но правильно вы сказали что вот мало иметь в руках корочку или там диплом и называться учителем или воспитателем нужно по призванию приходить в учреждения чтобы потом не возникало ни конфликтных ситуаций чтобы ребенок бежал в школу с удовольствием или в детский сад а не боялся как огня этих учреждений но всегда есть человеческий фактор определенный конечно мы работаем если понимаем что пришел специалист который не сможет дальнейшем перестроиться и понять куда он пришел на плане в планету детства окунуться да то мы не получим результата и мы расстаемся с такими людьми но на сегодняшний день вакансии у нас все закрыты да мы постарались 1 сентября полностью найти решение правда наверно проблемно было вот это проблемно она и остается проблемно мы закрыли же ведь вакансии только действующими кадрами но что касается учителей математики физики русский язык литература учителя английского языка начальных классов эти специальности эти специалисты до сих пор востребованы с учетом открывающей сети в том числе вот мы даже до передачи общались вот сотрудниками говорили о том что учитель или воспитатель сотрудник любой должен приходить не для того чтобы стать доске там взять указку и так далее методику показать знание своего предмета в первую очередь это человек должен быть который любит детей как своих собственных который приходит и сразу по их глазам находясь перед доской видит какие проблемы есть у ребенка это же сразу просматривается 8 30 когда заходишь в класс и собой на сама была много лет учителем я понимаю о чем я говорю и когда смотришь на детей кто-то пришел веселый кто-то не выспался кто-то не покушал кто-то поссорился с родителями уже с утра умудрился это все читается мгновенно и здесь вот найти нужный подход к ребенку и вовремя остановиться не вызвать к доске когда не нужно и какие-то вот не перегнуть палку в данном случае то что это все психологическая составляющая и нельзя нарушить ее ни в коем случае тем более они дети сегодня несмотря на то что много знают увлекаются развиты они очень ранимые эти люди но понимаете где-то в семье родители работают они заняты большей частью собой своей работой и ребенок не видит может быть достаточное количество любви и ласки и так далее а это плохо в дальнейшем может сказаться на дальнейшей жизни ребенка когда он будет взрослеть и так далее от семьи нельзя отдалить его ни в коем случае и школа вот здесь должна свою ключевую роль сыграть и мы в школах в больших особенно там где есть условия там где в первую очередь есть у нас вот пищеблоки где питание можно организовать как следует спортивные площадки есть группы для продленного дня мы организуем школы полного дня для детей чтобы можно было отвезти ребенка в школу и 18 часов например забрать его причем есть даже услуга в группе продленного дня с выполнением домашнего задания но выполнение домашнего задания это как репетиторство на уровне платные услуги оказывается все остальные услуги они бесплатные оплачивается только полдник а питание для детей с 1 по 4 класс у нас обеспечена для каждого ребенка бесплатно на для родителей с 1 по 4 класса их двадцать две тысячи таких я так входит в это питание на его проверяет почему потому что тоже такой немаловажный фактор вокруг питания уж сколько лет что когда и платная было и бесплатно и вот как проверяется это все у нас есть меню это меню утверждается но директором это очень важно но самое главное она согласовывается с органами роспотребнадзора и это меню типовое для всей московской области для всех школ и мы понимаем что у нас каждый день происходит на завтрак на обед и там на полдник есть таковой есть мы знаем в какие дни у нас каши например есть бутерброды сыром в пятницу у нас в обязательном порядке пельмени этот день ждут абсолютно все дети потому что ждал да 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 мы знаете когда вводили на самом деле вот этот продукт в питании его никогда не было меню только с прошлого года мы остерегались того что вот как сварить правильно все-таки даже в домашних условиях нужно определенного объема поставить кастрюлю там чтобы было достаточно чтобы они не склеились и так далее еще от качества зависит этого продукта но тем не менее когда мы увидели что ну во первых продукт этот для детского питания в том числе 3 плюс мы берем только исключительно с хорошим с хорошей начинкой мясом и так далее и как умело наши повара готовят эти пельмени и потом еще когда это добавляется сливочное масло и все аппетитнее блюдо ну наверное нет ни кого съедается мгновенно и нам конечно очень радостно от того что дети с этой у нас и дальше продолжает учиться разырники у нас есть у нас есть с этого года вводим наггетсы любимые нашими детками но они готовят слава как диетическое питание все что в современном питании где-то в кафе в ресторане можно увидеть для детей можно превратить кольцо ловы да можно это увидеть сидеть с удовольствием откушает хорошо об обратной связи хочу поговорить потому что но мы с вами какой-то степени выходцы с того времени когда был дневник если в него подала плохая оценка это сейчас как говорится воспоминание из прошлого можно было попытаться что-то с ней сделать сегодня у нас есть электронные дневники сегодня у нас есть чаты вот как сегодня обратная связь существует между родителями которые кстати тоже давайте честно говорить иногда отправили ребенка и почему-то думать что руки у них умыты до вечера все они вообще не интересуются что там происходит потому что верят в школе и пусть там ребенок занимается то есть существует эта обратная связь как она работает и как вы как начальник управления следите за этой обратной связи это очень важная вот тема которую сейчас подняли на самом деле вот это единство родителей детей и школы она просто необходимо чтобы все понимали чем занят ребенок как успевает какие трудности есть и так далее у нас до конца прошлого учебного года работал школьный портал который подразумевал электронный дневник и электронный журнал на сегодня мы меняем систему на моя школа в гис моя школа федеральной государственной информационной системы она будет интегрирована со школьным порталом но она уже практически интегрирована также будет вмещать в себя как я сказала и дневника журнал электронный кроме этого там появится возможность посмотреть рейтинг ребенка в классе портфолио ребенка можно будет составить посмотреть в какие дни вернее часы он в школе вышел не вышел и так далее то есть функционально эта система более усовершенствована и я думаю что понравится родителям в первую очередь а все что касается такого личного общения не обязательно же можно вот все озвучить да где-то на родительском собрании или при встрече там конечно есть чаты общего назначения есть личные какие-то моменты обращения к классным руководителю роль кстати классного руководителя сегодня как вот именно сплотить и детей и родителей и конечно же транслировать всю необходимую информацию для родителей и для деток но это вторая мама как мы всегда и говорили классный руководитель именно тот человек в школе которому в первую очередь обратиться ребенок если будет такая необходимость конечно эти чаты в большом количестве существует чат 11 первого б этом и так далее все это имеется если есть необходимую информацию классного руководителя быстро ее распространить в родительских чатах это делается очень легко ватсап телеграм сегодня это не желается какой-то дополнительной работой общественной работой это норма жизни так удобнее же дня удобно да это мгновенно все происходит и родители обмениваются самое главное в этих чатах мнениями своими школьная форма питание что кстати школьная форма да мы как не коснулись этого вопроса она у нас уже обязательно или пока по закону об образовании в каждой школе должна быть школьная одежда а уже как она выглядит эта одежда каждого школа сама определяет на государственном общественном совете в управляющем совете рассматривается этот вопрос и родители дети педагоги определяют цвет какой будет у формы что будет включать себе набор там брючки юбочка и так далее сарафанчики какие-то блузки рубашки и так далее будет ли эмблема будет ли галстук и так далее цветовая гамма определяется определяется вот вид этой школьной формы и родителям рекомендовано приобретать именно эту школьную одежду но не обязательно одно рекомендовано чтобы было единство в школе не обязательно покупать в одном каком-то конкретном магазине мы вот этим ни в коем случае не занимаемся и запрещаем даже вот показали как выглядит форма родители может быть и шьют самостоятельно прекрасно и купят где им есть необходимость покупать эту одежду но единство должно быть есть конечно же семьи которые ну по ряду причин не хотят тогда мы рекомендуем просто деловой стиль чтобы не было у нас падение джинсы чтобы какие-то не были какие-то вот прям такая интересная чтобы у нас не было вот такого разночтения деловой форма помогает учиться она дисциплинирует и организовывает да и вот такое единство мы прям недавно были на линейке награждали мальчика из 18 гимназии гордей рыбаков он спас девочку когда находился у бабушки в гусь хрустальном и как мы вот чествовали он награждал глава владимир михайловича волков его он еще и спортсмен футболист не вот конечно было для нас большая честь для него думаю что было приятно что линейка первая линейка 4 сентября по понедельникам у нас разговора важным продолжается была посвящена именно мужеству и детей в том числе и вот он поднимал флаг российской федерации то что поднятие флага у нас понедельником все эти традиции сохраняются соблюдаются я наблюдала как вот гимназисты этой гимназии этого учреждения стояли и 11 классы и 5 там разные более классы на линейке они все стали в одинаковой форме это было очень приятно видеть тем более что когда играл гимн все дети пели праздником вас с началом нового учебного года с 400-летием ну и напомню что это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания